Здравствуйте, с вами я, Ксения, на канале ASMR Peace of Mind Сегодня я решила записать болталочку на такую довольно щепетильную, довольно актуальную, как оказалось, тему В том числе и среди моих подписчиков, среди людей, которые мне писали, собственно, что это за тема Люди с дефектами, изюминка это или уродство Вот такой вот основной вопрос, и как с этим жить, как бороться, как живут люди с какими-то определенными дефектами И что вообще можно считать дефектом Как я поняла, это беспокоит очень-очень многих людей, в том числе и среди моих подписчиков Потому что немало людей писали мне также в сообщения, которые считают себя, много юношей Девуши, которые считают себя уродами Уродами по своей внешности, считают себя несоответствующими стандартам красоты По той или иной причине Конечно, это в большинстве своем относится к подросткам Подростки очень тяжело переживают какие-то, значит, отличия от основной массы ребятишек Вот, и нужно вот это вот, понять вот эту грань, когда действительно, ну вот Что вообще можно считать уродством и зачем вообще, как с этим жить, когда не соответствуешь каким-то критериям красоты Какой-то не модельной внешности, не метр восемьдесят, там на пару килограмм полнее и так далее Многие люди очень придирчиво на самом деле относятся к своей внешности Невероятно придирчиво Особенно это касается как раз-таки очень красивых женщин Невероятно красивых женщин Мисс вселенных различных фотомоделей Моделей, в принципе, они очень невероятно придирчивы к своей внешности Я в этом убедилась и продолжала убеждаться Потому что вот они, вот здесь у них что-то не так Вот это у них не так Вот все, они где-то к себе что-то, если с ними поговорить, вот послушать К примеру, они где-то все равно к себе придираются Хотя вот они, да, казалось бы, соответствуют более чем каким-то стандартам красоты Вообще, кому нужны вот эти вот стандарты красоты Вот что это такое, с чем его едят и как с этим жить вообще Вот вы, не знаю, посмотрите в инстаграм Вот просто заглянуть в инстаграм К различным вот девочкам у них Ну вот они прям вот идентичные Прямо под копирку девочки Ну что вот неужели Конечно же они не рождаются такими одинаковыми Правда, вот у всех вот выточенный носик, значит тоненький, маленький носик Вот эти губенки надутые, гигантские губенки Значит идеальные черты лица, конечно же, нет Девочки, многие дальше в подростковом уже своем возрасте Начинают делать пластические операции Черт возьми, просто вот эти вот носики красивые, которые вы наблюдаете в инстаграме Эти девочки просто подпиливают пластическую операцию Делают там, как я не углублялась, вот эти вот сами процессы Каким-то образом отпиливают, подпиливают нос, да И делают его вот таким маленьким, тоненьким Прямо вот такие ми-ми-ми, да И вот посмотрите на них Они же одинаковые, у них одинаковые носы Идеально ровные, маленькие, одинаковые носы Нет никакой вот этой вот изюминки, ни горбинки, ничего Так-так-так, и вот мы, значит, смотрим, наблюдаем за этими девочками в инстаграме Вы просто вклинитесь в них Просто посмотрите повнимательнее Они же просто под копирку сделаны Абсолютно все под копирку Никаких особенностей, никаких изюминок в них нет По большей части просто куклы Потому что вот мне кажется важно, чтобы в человеке были какие-то отличия Были какие-то особенности Даже карпиночка, даже форма носа У кого-то длиннее, у кого-то короче, у кого-то пошире Там ноздри, у кого-то поуже Это все настолько индивидуально И, например, вот определенного человека Вот определенный носик будет притягивать Вот именно вот такой вот носик будет нравиться А не другой какой-либо И вот прям вот притягивает Именно вот такой образ человека А не вот эти вот под копирку обрезанные носы Поэтому очень важно вот эту вот отследить Тонкую грань, когда все-таки нужно, возможно, прибегать К каким-то, значит, хирургическим вмешательствам Когда действительно, возможно, что-то мешает человеку жить А возможно и не нужно Потому что есть такой ряд людей Люди, которые не обладают яркими внешними данными Они очень умело вот это вот все компенсируют За счет чего-либо другого За счет ума определенного поведения Определенного поведения Значит, то вот этой, возможно, невероятной харизмы За счет каких-то достижений Там богатства Какой-то успешности За счет этого они компенсируют, возможно, какие-то Свои недочеты во внешности И просто порой иногда настолько харизматичный человек Вот попадается Настолько уверенный в себе Настолько себя здорово ведет Здорово себя ставит Прям вот и не скажешь, что что-то в нем не так Хотя человек, я не знаю, там может быть Метр в прыжке Там, не знаю В ширину Тоже метр, метр на метр Да, где-то там с какой-нибудь Плешью на голове Там три волосинки торчат Там, ну, то есть Внешность далеко Не стандарт Но человек невероятно притягателен Невероятная вот эта харизма Какое-то поведение Которое прям вот притягивает Прям вот влюбляешься в этого человека В его характер В его какие-то достижения Поведение А не во внешности Вот именно очень важный момент Это главное, как мы себя поставим Да, понятное дело Мы все далеко не идеальные люди У всех у нас есть какие-то И физические недостатки И в характере Какие-то свои особенности Какие-то изюминки В нас присутствуют изюминки Не нужно называть Вот какие-то такие вещи Уродство Это невероятные твои собственные черты Твой собственный носик с горбиночкой Там он или длинный, или широкий какой-то Или вот скулы Каким-то определенным образом Значит То есть все Все это Наши Индивидуальные особенности То, что характеризует Лично Тебя Лично меня И важно то Как вот поставишь себя сам Собственно Вот я могу рассказать Также случай один Значит Женщина Вот я как-то наблюдала В магазине Я не знаю Что произошло С этой женщиной На самом деле Но у нее просто На лице Мессио Возможно Она когда-то попала В какую-нибудь аварию Или что-то В этом духе Потому что Я даже не хочу Показывать Сейчас на себе Но у нее был Раскурочен Рот Прямо Вот перекошенное Лицо Невероятно Перекошенное Где-то Шармированное То есть Она еще Как-то Говорила с дефектами У нее губы Короче говоря Просто Раскурочены Были Просто Раскурочены Губы Не были Похожи На Вот значит Она Вот эта вот Женщина В магазине Находилась Со своим мужем Со своим Ребенком Вот И она Вот Шла Как-то С гордо Поднятой Головой Настолько Как-то Она Уверенно Шла Настолько Уверенно Общалась С продавцами Вот Прям Вот Даже Не скажешь Как-то Не предъявишь Ей ничего Что с ней Что-то Не так То есть Она Себя Вела Очень Уверенно И это Тоже Начинает Внушать То Что Все нормально С ней Все С ней В порядке То есть Внушаемость Вот Это Играет Очень Огромную Роль Если Например Какая-нибудь Страшная Бобенка Начнет Говорить Да У меня Там Такие Ухажеры Вот Мне Тот Цветочки Дарит Тот Мне Конфетки Приносит Тот Мне Звонит Хотя Казалось Быть Да Блин Кто Вообще К ней Может Подойти Да Никто Она Ж Блин Там Не знаю С плешью На голове У нее Десять Подбородков Вся Прыщавая А Нет Да И вот Эта Внушаемость Может быть У нее И нет Никого Но Она Вот Рассказывает Вот У меня Много Ухажеров И так Далее И тому Подобное И Начинаешь Верить В это Начинаешь Начинает Уже Казаться Что Она Не такая Уже Страшная Что Вполне Симпатичная Женщина Вот У нее Сколько Ухажеров Значит То есть Важно То Как Сам Себя Человек Поставит Не нужно Себя Обзывать Уродом Не нужно Себя Вот Это Вот Конопитие За свои Какие-то Недостатки Во внешности Никто Не Идеален Абсолютно Никто Не Идеален Нужно Принимать Себя Попытаться Любить Себя Каким Всего Испавиться От Любых Источников Критики Перестать Общаться С людьми Которые Вас Критикуют Гнобят Что Вы Там Урод Что Вы Что Не Так Испавиться Нахрен От Таких Людей По Другому Я Не могу Сказать Потому Что Это Действительно Если Вы Будете Находиться Вот В Такой Обстановке Гнетущей Невозможно Тогда Будет Из Свою Самооценку Как-то Полюбить Себя Невозможно Когда До тех Пор Пока Вы Будете Окрушены Такими Людьми Это Нереально Поэтому Нужно Окрушить Себя Людьми Которые Вас Принимают Максимально Вашу Внешность Или Наоборот Хвалят Или Возможно Находиться Рядом С людьми Которым Наоборот Нравится Что-то В вас Вот Это Ваша Изюминка Ваша Карпиночка На носу Ваш Вот Этот Кривенький Носик Или Тоненькие Губки Или Разрез Глаз И так Далее Или Форма Вообще Лица Головы Туловище И так Далее То есть Это Важно Это Очень Важно Для Того Чтобы Чувствовать Себя Интересным Красивым И Не копить В себе Вот эти Негативные Какие-то Отзывы В свой Адрес В адрес Своей Нежности И так Далее Это Очень важно Вот Не знаю Ты вспомнила Как раз Вот Например Вот этот Актер Французский Жерар Депардье Ну он же Страшный Ну не знаю Скажите мне Кто его считает Симпатичным Человеком Вы посмотрите Просто на его Кривезный И согнутый Нос С какой-то Еще Какой-то Он расплющенный Какой-то Странный Кривой Нос Вот Не соответствует Он каким-то Стандартам Красоты Но все Женщины За ним В свое Время Просто Уплетались Просто Бегали Почему? Потому что Он брал Свои харизмы Своим Артистизмом То есть Нужно В себе Развивать Какие-то Качества Которые Могут Цепануть Какое-то Особое Поведение Какие-то Достижения За которые Вас будут Любить И так далее То есть Нужно Пытаться Тогда Каким-то Образом Компенсировать То, что Человеку В себе Не нравится Это тоже Очень важно Вот как-то Так Потому что В общем Очень много Было Таких Отзывов Негативных У людей Особенно Это касается Подростков Подросткового Возраста Когда Это не нравится Это еще Не сформировался Где-то Вот Слишком Хутой Слишком Толстый И так Далее То есть Какие-то Какие-то Несформированные Еще люди Которые Критически Все Воспринимают Относятся К себе Критически И так Далее Конечно Подростковом Возрасте Гораздо Сложнее Потому что В школе Вообще Дети Довольно-таки Агрессивные Озлобленные Любят Как-то Угнетать Подавлять Всегда Нужно Стоять За себя Поэтому Даже тем же Школьникам Значит В подростковом Возрасте Нужно Уметь Учиться Стоять За себя Как-то Развивать Какие-то Другие Способности Или Хорошо Учиться Или Хорошо Рисовать Хорошо Играть В футбол И так Далее Какие-то Развивать Особенности В себе Которые Будут Компенсировать Возможно Внешние Какие-то Недостатки Опять-таки Я говорю Подростки Очень Невероятно Агрессивны По крайней мере В Украине В России Невероятно Агрессивны Просто посмотрите На то Как себя Порой ведут Школьники Пошел Вот этот Негатив Вот эта Агрессия То есть Можно представить Друзья Между собой Таким образом Общаются И как Они Например Относятся Вообще К человеку К ребенку К своему Ровеснику Который Как-то Не соответствует И каким-то Ожиданиям Каким-то Параметрам Внешности Подростку Лучше всего Даже Общаться Общаться С психологами Возможно Не знаю Школьными Психологами Ему Нужно Кому-то Открыться С кем-то Обязательно Поговорить Об этом О том Что его беспокоит Ни в коем случае Нельзя Закрываться В себе Держать Вот это В себе Что Меня Не принимают Меня Считают Некрасивым Нужно Это Кому-то Выговорить Обязательно Нужно Разговаривать Беседовать С психологом Эту тему Очень важно Выговариваться Очень важно Вот И соответственно Опять-таки Говорю Настраивать Себя Позиционировать Себя Как Вполне Нормального Человека Нет у меня Никаких Недостатков Все у меня Замечательно И люди Действительно Начнут Со временем Со временем Может не сразу Но со временем Начнут в это верить Потому что Вот помню Была одна девочка Видно, что Она невероятно Себя любит Она невероятно Себя любит Прям вся такая Фотографируется Ведет себя Невероятно Раскрепощенно Уверенно Но она Вот такая вот Жиропазинка Жирненькая Девочка Не стесняется Того Что У нее там Торчит Вот этот Жир Из кофты Босом Значит Своим Вот этим Жиром Все цепляет Всех толкает Ее это Не смущает Может быть Где-то Кто-то Так вот Яхикнет Яхикнет Так вот Тихонечко Но никто Никто Ничего Ни разу Ей не сказал Потому что Она вела себя Настолько Естественно Настолько Это было Как бы Нормально То что Ну вот Настолько Уверенно В себе Что Ну вот Никто не Осмелился Ей что-то Сказать Что-то Предъявить Что ты Какая-то Страшная Кривая Неуклюжая Там Ходишь Жиром Своим Всех Цепляешь Никто Не Осмелился Поэтому Очень важно Развивать В себе Вот эту Уверенность Очень важно Вот Собственно Вот такие Моменты Я хотела Обсудить С вами Возможно Я что-то Упустила А возможно Нет Так что Пожалуйста Пишите В комментарии Что Вы считаете По этому Поводу Как Вы считаете Возможно Нужно С этим Бороться В каких Случаях Что Вообще Считать Уродство Ну вот Что Ну Разные Люди Бывают Абсолютно Разные Со Своими Какими-то Особенностями Рост Внешностью Весовыми Категориями И так далее Все Мы разные Абсолютно Разные Со своими Изюминками Как я считаю Не уродство А Изюминка Пусть Даже Да Конечно Возможно Какие-то Деформации Дефекты Внешности В связи С какими-либо Заболеваниями Это тоже Конечно Имеет Свои Сложности Но Опять-таки Не нужно Впадать В это Не нужно Нужно Как-то Вот И в принципе К таким людям Нормально Относиться Ко всем Нормально Относиться Потому что Насмотрелись Вот этих Значит Дамочек Всяких В инстаграме У которых Тысячу Операций Тысячу Значит Каких-то Фильтров Они наложили И так далее На фотографии И просто Вот идет Такое Искажение Восприятия Это действительно Настоящей Внешности Человеческой Настоящей Внешности Поэтому Очень важно Очень важно Это все Фильтровать Очень важно Все это Осознавать Так-так-так Ну в общем Давайте Пообсуждаем Это все Кто-то смотрел Кто еще Принес Но Пообсуждаем В комментариях Кто что думает По этому поводу Обязательно Ставьте лайк Подписывайтесь Нажимайте На колокольчик Чтобы не пропустить Дальнейшие Мои Видео Надеюсь Это кому-то Хоть кому-то Это помогло Хоть кто-то Будет себя считать Красивым Привлекательным Не нужно Притираться К своей внешности Прямо К каждому Прыщику Каждому Шрамику Каждой Карпиночке Это все Ваша Особенность Все Ваша Уникальность И так далее Тем более Многие вещи Они Исправимы Вот Значит Любите себя Уважайте себя Развивайте В себе Вот эту Уверенность Поднимайте Самооценку Обязательно От критиканов Избавляйтесь Подальше Куда-нибудь Посылайте И все Будет замечательно Так Ну С вами Была Я Ксения Еще раз Напоминаю На канале ASMR Безовмайн У меня Значит Была Такая Болталочка На Такую Значит Интересную Тему Ну Все Пока Пока Продолжение следует